брат евгений недавно появился ну как недавно свет когда свет есть когда ты с его активно чем беседовал в апреле я видел там этот ролик это насколько он почти целый час это минут и больше даже побольше попал это на велосипеде подъехал на тимончик вышел но вы договаривались за это не договаривались слушай как любит вот люди к а я не знал даже что там договориться надо я просто знаю я смотрел видео у него увидите за увидел на ю тубе он будет обсуждать там тему владимире говорили что должен я то дальше думаю понимаешь у меня дальше мысли идут вот о чем мы даем людям в визитке то что ты мне сейчас показал жало то не сняли мы сейчас выходили на наш канал и я набирали там вот вот наша визитка вот и женя открывает и говорит вот давай набираем мы набрали короче вышли у меня там закладки не было потому что так как у меня книги вот все стоят я поэтому пользуюсь мы такие визитки вкладываем в красные евангелия сожалению меня тут нету красные евангелия но там есть и я все время думаю вот интересно там же вас много много перечислений там информация информация по интернету на обратно стоит часто как выходит или нет и получается вообще не часто выходит хотя мы тысячами раздаем евангелие почему я все я задумывался почему сейчас узнал а вот нет сейчас он просто подтверждение дает жене он пришел вот я бы ты договорился конечно нет не договорился хотя у него была визитка не мне тогда не было не было резинки не было я вообще не я на канал не вышел не вышел на канале я на канал не вышел была беседа владимира головина лоби седова владимира голове на вот и называют и гнать и лапки ну как ты до дома добрался никто не знаю скажу сейчас расскажу на канал был канал владимир голове рассказывал о и гнать и лапки не угаде такой такой-то такой-то чтобы не соврать примерно сказал так совесть православия живет на алтаре в городе где-то бордом под барнаул я говорю так интересно удачу он продолжает разговор там с кем-то ли кому-то там разговаривать шахматов шахматов говорит я там был до шахматов говорит я там был поснимают и 10 листу меня заинтересовало с того что действительно если настоящую вещь потому что перед этим я про многих я прослушал и просмотрел нигде так сказать если по-русски по-человески не зацепило не то что не зацепило но в сердце не проникла точно и поэтому говорю когда я узнал играйте техниче лапки не от других лиц я просто начал как искать просто проверять смотреть первый раз я увидел что первый раз и увидел где было зарублено зарубленное место там где копали пруд делали какой-то мост он там прям так жестко выражался но не матом далеко но жестко выражался по образу работяг всего того проще думал нет как-то как-то мне не то не у него не моё думаю как-то это снуть такой дед такой упорный уверенный не а потом что-то через какое-то время думаю что-то начало тянуть где-то в душе не где-то что так это я там начал это соображать потом появляется ну там же идет серия подборок видео ютубе и опять появляется он лапкин я думаю так открою и я как раз попадаю на это видео где он говорит что владимир головин при должны приехать этим летом на крещение договорились они я думаю так и он начинает о головне рассказывать я головина раньше слышал как мне остался впечатлением хорошем впечатлении но маловато информации для меня маловато показалось вот и здесь свыше гадите хочет говорит о нем хорошая то есть нормальная речь его идет о том что человек хороший да я думаю так весело подтверждает его значит с моим сходится мнение вот ты слушая это и там знаешь такие слова произвучали что я просто подумал вот мы когда люди до живущие рядом с таким человеком с каким-то человеком рядом и потом он умирает допустим до уходит и жизни мы думаем вот и при жизни то почему я с ним не встретился я жил в том же районе я жил тоже почему нет а потом буду говорить я когда-то хороший человек жил думаю так сейчас бери велосипед езжай я беру велосипед так думать его искать я просто помню что там где-то он сказал что община находится одна потерявки деревня восстановлена я там община барнауле на где-то я начал искать так не знаете технику шлавкин барнауле на свете пришлю да по поисковику он мне выдает адрес ползунок 6 все и новосипед и здесь же и то есть это в течение 15-20 минут и все телефон не выдал телефон выдал я не стал звонить просто-напросто а не телефон не выдал как телефон не тяже дубль 10 набрал телефон не выдал я просто подъезжая там парни ну там уже даже можно меня набрать тоже там не могу быть что нет 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 там просто-напросто что в интернете я набрал где найти игнатия техновича лапкина в барнауле в интернете набрал там он не вышел выдал что ползунова 6 то есть крестовозвиженская цель община вот так вот ну я так только и нашел что у меня не было никаких нивизит ничего же я приехал как бы поехал как бы просто на ну как мне сам интересно души или совести или как мыли на грубо не надо не надо не надо мне я тогда испытывал более чем даже просто какой-то там не знаю крик души просто взять так вот сделать и через середине рабочего дня английский пишешь поэтому я говорю что я не на миг еще не пожалел что я в тот момент взял сил и поехал на спирт то есть это было видать не знаю течение обстоятельств или судьбой как это назвать просто мое наверное рождение там это началось может быть чуть чуть раньше когда но факт то что я приехал весной и встретишься на динкитина чем мы с ними на горели ничего он не взял визитку а дальше он не сказал слушать теперь свои самого себя свое сердце душ теперь смотри и и слушай что тебе скажет все я тут позвонил в середине лета нет я не позвонил я все думал как бы мне все потерявку потом я посмотрел видео с тем человеком который приехал туда ну как незваный гость думаю не не поеду никуда потом думаю так наверное сейчас возьму какой провизии там думаю это будет по супе потом думаю не ну как-то не дорога не дорога не дорога и тут я звоню ну дальше я начал ковыряться 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 то есть информации интер всех слышат про трехктомник то есть новый завет все и звоню где-то в августе звоню и на детей к ночь чем трехктомник бы хотел приобрести вас давай ну вот игорь попытался мне не получается сейчас а вот а вот контактный адрес телефон есть почему вот он вот телефон тоже у тебя был вам тут сразу телефон телефон не звонил я поехал вот 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 я как раз проекты разговоры ведут я тебе говорю ты у тебя же данные высыпались ты лишь нет а как ты попал адрес но адрес телефон должен быть нет один адрес нет я Я тебе прекрасно понимаю. Я к этому и веду весь разговор, что ты не запомнил телефон. Почему? Зачем здесь есть адрес? Нет, не поэтому. А я же недалеко там. Я думал, я следующий. Нет, не поэтому. Я тебе говорю, что мы раздаем Евангелие. Вот сейчас вот красное раздаем Евангелие. Там Патриарх. Нет, ну я знаю, я раздолол уже. Вкладываем туда вот эти вот резинки, которые мы сейчас показали. Там все адреса есть, там много чего есть. И я спрашиваю, там адрес Сережа, там телефон есть, Татьяна Кузьминична. Спрашиваю, Сережа, тебе сколько раз позвонили за год? Два. Два раза позвонили за год. Игнатий Ивановичу сколько раз позвонили? Ну Игнатий Ивановичу тоже просто так не дозвониться. Ну судя по тому, что никаких контактов нет, тоже не сильно звонят. Гляди вот на обратной стороне сколько у нас всего есть. А здесь и мой телефон тоже. Ну вот тебе много звонили? Сколько тебе раз за год позвонили? Не знаю. Вроде бы один раз только все и буши не знаю. Скажи почему? И ты подтверждение. Ты просто недалеко живешь, а другие живут чуть подальше. Почему не звонят? За что они не родились? Я хочу вот брату вопрос задать. Вот брат в деревне с Игнатий Тихоновичем рядом живет 4 месяца. Май, июль, июль, август, сентябрь. 5 даже месяцев где-то он живет. Ни разу мне не позвонил. Игнатий Тихонович отправляет сюда в больницу. Какие-то люди к ним приезжают. Ну там и братья даже. Уезжают через Барнаул. Никто не звонит, ничего. У меня машина есть, у меня есть комнаты. Я могу людей принимать туда-сюда, чтобы сестры туда-сюда приезжают. И все мимо меня приезжают. И никто. И там кто-то там где-то ночует, кто-то еще что. Мне до такой степени все это интересно. И это просто, ну, во-первых, какая-то неуверенность в себе. Страшная неуверенность. Да. Во-вторых, это, ну я так понимаю, что, ну раз у тебя контакта нету с братом, который желает, чтобы был контакт. Понятно, люди, которые вот ходят, мирские, им все равно. Равнодушие полное. Господь коснулся тебя в самой, как говорится, в самую совесть ударил, что рядом есть человек, так как ты думают очень мало. Вот у нас был Николай Иванович, фамилию не помню, по-моему, Сысоев. Он, это, работал в Алтайской правде. И работал, там работал по печати, он печатал, там штанки такие огромные. В Алтайской правде не был. Ты же помнишь? Да. Там я тебе показывал, где станки стояли. Там их сейчас нету. Да, сейчас там этот, как он называется? Клаза. Клаза. Да. Он красивый сейчас такой. А тогда был такой пошарпанный весь там. Все время. Меня там удивлял все время один мужик, который оттуда, как говорится, от паршивой овцы, хоть шерсти клок. Мы рано туда приходили. За бумагой, за чистой, за газетами, за периодикой. Ну, там, чего только не брали. Там сваливают то, что ненужное. Бракованное. Бракованное, да. А мы туда приходили, прям копались. Там, ну, допустим, вот такая комната, как у меня зал. Квадратов 20, может больше. Там станок стоит, пресс, который сжмет. И туда сваливают вот эту как-то. Они ее нарезают? Не на обработку, а на складирование, чтобы потом увезти на обработку. И мы там набирали. И главное, мы же божественные газеты брали. Божественных газет выбрасывали. Наверное, нам доставалось больше, чем в епархию приходило. Потому что станки старые. И они очень много брака давали. А брак такой. Чуть-чуть буквы как сретушированы. Потом где-то краской тут это мазнуто. Ну и прям, допустим, сто экземпляров и краской они выбрасывают. Потом печатают свежее. Опять что-то там, опять выбрасывают. Ну, они перевязывают, а бывает не перевязывают прям так. Мы там все вот это собирали. И вот там ходили. И он там и работал. И он задался вопросом. Этот человек. Уже старенький такой. У него нога болела очень сильно. Мы с ним вдовем идем, хромаем нога. Он говорит, ты чего хромаешь? Я говорю, до колена. И у него то же самое колено. Я помню его, да. Такое селенькое. Да-да-да. И он пришел к Игнат Тихоновичу. А он говорит, можно к Игнат Тихоновичу посетить его? Я говорю, ну я знаю, конечно, можно. Телефон. Дал телефон. Он позвонил ему, созвонился. Пришел к нему с камерой. Вот. На триможнике. А зачем, Игнат Тихонович? Зачем? Я хочу оставить память у людей о таких значимых людях в Алтайском крае, в городе нашем. Хочу этот архив такой себе сделать. А кого вы там сняли? И он там перечислил, там, этих, не композиторов, а артистов, потом писателей, каких-то там художников. Он брал там интервью. Ну вот и дошел до Игнат Тихоновича. Игнат Тихонович длинное интервью давал. Он ему вопросы задавал. И он рассказывал о себе. И он снимал. И мы вот когда поговорили, то, ну как, согласились вдвоем. Ну что, это странный человек вообще. У нас так редко кто-то думает о других. Ну, как, больше о себе все. Ну, я, 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 я должен выжить как бы все. Больше ничего. А о других людях как ты подумаешь? А что другие люди? Ну, я с родной хорошо. Внучка нам, там, внуча там, купил там подарки и все. Что еще они ко мне пришли? Обычно так люди, семьей же живут. Ну да. Один, либо... Ну, называется, называется клановая система. Как в Шотландии. Вот в юбках они бегали. Да. У них там было 30 кланов и они там вот так жили. Огромные семьи. Было там по 5 тысяч, у кого-то 30 тысяч человек. Вот так вот люди жили. Поэтому я, я поэтому удивляюсь, что до такой степени вот это равнодушие, сколько мы раздаем. Игнатихночка, когда мы начинали раздавать, он напечатал очень много, кстати, в Алтайской правде, материалов о крещении. Называлось «К истинному крещению» материал. На развороте вот такой газетный листок с двух сторон, мелким шлифтом. Напечатали, напечатали где-то, наверное, вот, я сейчас у него спрашивал где-то 30 тысяч, если не больше. Я думаю, он даже больше как-то говорил как-то. А всего материалов напечатали где-то около 100 тысяч разных. Там 14 материалов различных. И вот распространялись среди людей. И там тоже были. Телефон, адрес. Это было тогда. Адреса не было. Телефон был. Как раз материалов по «К истинному православию». Материал там. Книги. Как раз мы его открыли. О покаянии. О священстве. Вон он, вон, с левой стороны. Не-не-не, с левой стороны. Вот это, да. Вот как раз. Вот. К истинному православию. Игнать Тихонович Лапкин. И вот содержание. И вот Слово Божие. Священное Писание. И вот тут потеряла молитва, покаяние, церковная дисциплина. К истинному крещению. Вот оно. Глядей. 60, 85. 25 страниц. Вот здесь. Ну вот я сейчас читаю. Да, да. Вот. Об исповеди, о священстве, о церкви, о посте, о милостыни. Спаси Господи. Вот. Лжи. Объедение пьянства. Заботы. О пиццы и дети. О слове. О сне. О благове. Там несколько объединенных есть. О семье. О врадовлите. О водокурении. И так бодрствуйте. О божий храм и торговля. О божий храм и торговля. Я говорю вам очень интересно. Это вообще. Почему я так не смог об этом подумать. Гордость папства. Человекоубийство и ложь Ватикана. Это в одной все. Фатимская ложь тоже здесь же. Фатимская. Кстати, до сих пор так Фатимскую. Фатимское чудо. Православные такие преподают. Что чудо было. Единственное, что там. Фатимская есть? Трагедия или надежда, да? Да. Единственное. Фатима. Вот у меня жена ездила туда. В Португалию в этом году. И она там была. Рассказывала. Ты не был, когда она рассказывала? Как придумали. Не свечи ставить, а свечи бросать. И горит огромный такой, как котел. И там горят просто свечи эти. Перегорают. И прям подходит и просто туда свечи бросают. А зачем? Это уже супер, ну, жертвоприношение. Тут ты приходишь, ставишь. Там кто-то убирает. Там тебя, ну, за это какая-то забота. А здесь ничего. Подходит прям пачками вот такими. Говорит, и туда свечи бросают, и бросают. Я, говорит, даже не поняла. Как этому, Яну Гусу подошла бабушка та и подкинула хворосту на костер, когда его сжигали. Тут уже люди идут. Странно, да? И они сказали, что да нет, просто Богородица прибыла, Богородица, да, это чудо, там, пришла она. Но она такое сказала о России, такое сказала о России, а католики скрывают. Папа скрывает. Там, видать, такое сказано о России, что, ну, вроде как, католики пошли и поклонились патриарху там православному, вселенскому, все, и стали православными. Вот они что скрывают. На самом деле никакого чуда не было. Бесовщина одна сплошная. Да я говорю, что... Никакая Богородица не приходила. И Игнатий Тихонович один только про это говорит. Я не знаю, может, еще кто-то. Ну, может, я думаю, Андрей Кураев тоже. У него интересные тоже будут моменты. Кураев, да, тоже. Ну, смотри, ситуация-то в чем? Поставим это тем. Все, это конец. Вот это последнее. Вот тут и вот, вот всего получается, значит, с 3 по 200, по 358 страницу, по 366, значит, получается 364 страницы. Это было выпущено 14 материалов на газетном листе. Только мелким шрифтом. 364 страницы. Это книжного текста получилось. Вот чуть ли не целую книгу по Барнаулу. Ну, и Барнаулу закладывали куда-то все везде, рассылали. И там тоже были адреса. И кто, что думаешь, звонили часто и приходили? Это в какое время? В каком году было? С 96-го года я участвовал в этом. В 95-м напечатано оно было. И я как раз приехал в общину. Посчитай, я с 3-го января уже на занятия попал. Третьего, наверное, да. Ну, это тоже интересно было. Нет, мне это интересно, да. Нет, мне больше другое интересно. Как я там попадал к Богу, это очень сложно. Тогда я рассказывал, помню, корреспондентша приезжала с Англии. И мы ехали... А, потеряевку? Потеряевку. И мы тут встречались, и она на поезде, мы тогда еще не снимали. И на поезде ехали, и там ехать получается где-то сколько? Ну, три часа, наверное, да? Да, да. И все время, ну почти все время она у меня там интервью брала. И я все рассказывал, рассказывал, помню, столько получилось. Я сам не ожидал, сколько... У меня столько всего накипело. Вот, все это перемолачивалось, как я... Если так, как я, приходить к Богу, это очень сложно. Это... Я думаю, никто так не придет. У меня тут и история намешана, и география, и литература, и русский язык. В общем, все очень всего много. У меня тут и булгаков есть. Да. И история евреев. Вот это вот. Вот Малый Атлас. Вот этот Малый Атлас. Это вот я еще в школе. Это в школе, вот, я сейчас скажу. Какого года он? Вот. 62-го года. Ну, сейчас таких они делают. Да. 62-й год. Это вот у меня родители дали. Это была моя книжка настольная. Я вот это вот все изучал. Какая гора. Тут Килиманджаро. Тут Эгересты. Ну, там же все. И так далее. И глубины, да? Да, да, да. Тут все это есть. Страны, сколько где проживают и все. И когда я узнал, что Бог избрал еврейский народ, я с ужасом понял, я не знаю, где Израиль. Нам никто его никогда не показывал. Да. То есть, как-то там Палестина, все вот это вот общее было. Сейчас попробуй тут. Посмотри, Израиль. Ты тут ничего толком не найдешь. Вот такие области изорванные. Я Владимира пытался показать. Сам на силу разобрался. Что-то тут понаколбасили. Вот. Видишь, что тут такое все. И мелкое такое. Попробуй ты там разбери. Что это? А это оказался центр всего мироздания Израиля, о котором мы ничего не знаем. О Палестине тем более. Поэтому так мы издалека подходим. Но я к тому подхожу, что хотел быстро сказать. Ну и что ты начал перечить. Мне оказалось, что все таки есть. Телефоны-то были. Но ты не стал звонить. Почему нет? Вот этот человек, который приехал с торбой. Он первый что ли? Уже двое замерзли. Мимо. Если бы я ее посмотрел, я позвонил бы. Там еще девушка. Там еще девушка. Там еще девушка замерзла. А что бы речь идет. Скажи, вот Дима Лемех. Ты знаешь его? Нет. Вот он ходит на занятия. Дима Лемех. Лемеш. Лемеш. Лемех его так это. Мага. Кто? Как он выглядит? Где? Он худенький такой стройный. Он с Москвы. Ну такой среднего рода. Он приезжал на крещение. Он крестился. А там в интернете? Да. Он крестился. И что? Немало не сомневаясь, прилетел он из Москвы. Сел на такси. И сказал. Потеряевку. Довезли. Да. Довезли его до Ребрихи. Пошел на пешку, да? С Ребрихи. Он другую машину там взял. Ну там уже знает где Потеряевка. Кто знает в Барнауле где Потеряевка. Его бы довезли до Потеряевки. У нас еще Потеряевка в Рубцовске есть. Потеряевка есть там. Да. Я когда искал Потеряевку. Я думал так как доехать до туда. Но это уже после встречи с Седателем Тихоновичом. Он думал так надо как-то съесть. Душак. Да как он? Он уже на занятиях был наверное почти год. Ну сезон на занятиях был. Уже крещение хотел принять. И Игнатих говорит. Вот все со всеми договорились кого как где встретить. Сестры приехали. Это Наташа Усатая. Ее тут два или три дня она жила. Ну то есть разместили ее. У нас доброжелательные братья и сестры. Они с удовольствием примут своих братьев и сестер. Тего лишь далека. Знаешь что человек же на это не смотрит. Почему? Потому что весь мир такой колючий и он не думает что здесь вот так все раз и стою. Но понимаешь? Поэтому вот это и есть все. Вот поэтому это и есть. Вот я к этому все веду. Да потому что весь мир знает что все везде колючие. Каждый живет сам для себя. Поэтому я говорю что это. Но дальше больше будет. Сколько мимо меня проехало. Раз смотрю там уехал. Там уехал. Че ко мне то никто не заехал. Тут проезжают. И Владимир то не звонил. И сказал. Такой то брат там будет тогда то. Вот тебе телефон у вас позвоните. Я позвонился. Одного брата мне отправили. так это Сергей отправил и то я Володе попенял в этом году, говорю, Володя, ну никуда Игнатиныч, заболел уже я на машине, он на поезде подъезжает, или там, ну, на поезде или на машине отправил, не помню ну, я же могу его там встретить, или что там он больной, непонятно что что ему помочь может, что надо-то да только внутри-то, почему так-то ну, не звонил, я говорю, Володь ты почему мне-то не позвонил ну так он уже там целый день, я говорю в том-то и дело, что не от тебя я узнал, что он здесь а кто-то мне позвонил я даже сейчас, и даже не из общины из нашей, кто-то позвонил обычно-то этим Игнатиныч занимается это я об этом узнаю только когда уже человек почти уже в Барномле находится больше своего времени, больше часть видишь, и я с ним поговорил а он это не воспринял то есть он прав, видишь, как у нас ведет нет, чтобы сказать, брат ну, прости меня, я правда тебе ни разу ну, ради интереса, я просто позвоню брат, как вы там, что спаси Христос за звонок, да но мне-то тоже, это, охота, чтобы кто-то позвонил вдруг, брат, раз я обо мне вспомнил брат, как ты там все, слава Христу, ну, все, с Богом мы тут тебя помним все, ну, хотя бы так а рядом Игнатихович, что деньги просто так тратить зачем, и так далее ну и что, я решил на брата потратить вот узнать, какую у него жизнь что-то мне в сердце подсказывает там деньги, да ну, это в человеке все вот, наконец-то брат, спаси Христос интересно, если я доживу до этого лета что-то изменится или нет я бы хотел у меня жена рождался тоже жену мою назвал Игнатих, значит, сваха и община сваха, да сваха, знаешь, что такое сваха? ну, это, которая сводит нет? сводит ну, сводит, как бы ну, это вот, если по мирским то брать за по... знакомит знакомит да, сводит это ну, сводит, она опять же знакомит это же свод нет, они уже знакомы просто нужно познакомить с таким дальнейшим перспективой совместной жизни это очень сложная нет, я сводить-то не про то сказал, чтобы смене жизни а сводить людей, допустим, для разговора нет, 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 сваха именно свахи всегда были это те, которые первых засылали допустим, увидели ну, решил жениться вот так да, и сваху засылают и сваха фильтрует почву потом приходит к родителям и говорит и говорит, так-то, так-то да, вот у меня у меня Марина она вот этим вот делом очень сильно занималась и короче как только очередная пара сходилась их было солидно и после того, как она сама делает концерт она сама готовит на стол а готовит она очень хорошо встань принеси вот этот вот эти на столе нет, на кухне вот такой, увидишь прям на столе стоит принеси, пожалуйста это показать ну, чтобы не голословно было да, вот эту прям, бери ее сюда емкость вот эта емкость а мы сейчас будем из нее скоро я хотел брать то сразу вот она она приехала позавчера приехала только с перелета на, понюхай вот Володя еще нюхать есть надо все понюхали аромат непередаваемый да это с маком булочки хорошо сделаны отлично а теперь представьте она делает все первая ну первого обычно нет на свадьбе да и куры там такие и рыбы ну короче все умеет она котлеты там рыбные все все сама делает не покупает кем она работала кто, Барина ну по этой же профессии она работала нет а, нет, она работала для себя для себя она работала в банке кормила банкиров они сначала поели так она сама приносила и через месяц когда они поели все как она готовит они машину начали присылать не ходила чтобы она не ходила привозили увозили ее за продуктами потом тоже Закупиться и так далее До такой степени И вот они где-то лет 5 или 6 Ее держали прям, не давали ей уйти Ну потом все тяжелее-тяжелее стало Потому что это сложно очень Там целую инфраструктуру было делать А мы в такой еще стесненных обстоятельствах Если бы у нас было Вот так как сейчас Столовая, еще и машина Тут бы может быть разошлись бы еще А тогда сложно все было 90-е годы И вот я к чему говорю И вот этим братьям Которые уже поуходили Многие с сестрами Они говорят Малиночка, мы так благодарны тебе Иногда меня зацепляют Мы тебя никогда не забудем Так, а поставил Поуходили по офсальцам каким-то Кто знает Ну она-то не ушла, она-то здесь Если бы она ушла, ее не было в общине, я понимаю Но она-то здесь в общине, она верующая Кто-то уже устараблятся Просто смотри Я много смотрю видео Люди меняются Год раз Вот у вас костяк, вы-то остаетесь Вот Володя, ты или там Сергей И вот я вот сейчас Володя для меня, он мальчик Володя 2006 год Через 10 лет после меня Там многих нету, даже кто позже Володи Многих Я посмотрю, раз смотрю, их нету Этих людей-то нету Володя прошел Очень, говорится, длинный курс молодого бойца Ну вот смотри, вот 6, 6 допустим Так что он поэтому в костяке теперь Сережа тоже, они вместе практически 6 в воскресенье вот я проходил уже Получается, он где-то 6, может 7 И вот я что заметил, что Я понимаю, первое время пришел Потом посмотрю, те люди, которые вот до На собрании собирается, не на собрании собирается А после службы, да, вот допустим До, до чего у нас там, до трапезы До трапезы До трапезы сидят, трапеза наступила Все, раз, все как-то рассосались Остаются 4-5 человек, все Ну я думал, первые дни-то там как бы люди Ну наверное, вот это надо 4-5 человек мужчин, я имею в виду Мужей Да Сестер-то больше остается Не, ну сестер-то я понимаю Они качественные Не-не-не-не-не Просто я не в том случае же сказал, что это Я просто из мужчин, потому что мужи же должны прийти вперед По сути Нет, ну я тут, я заметил Я думал, ладно, первое время там кто-то там, ну, попросился Некогда, бывает, да, всякое Служба-служба, она обязательно А потом 4-е, 5-е, 6-е, допустим, 20-е, где-то нет Я думаю, это Я у Володи неоднократно спрашивал тоже Потому что тоже иногда же сподвигать же тоже Надо это, пораньше светить Потом думай, эй, ты думай, эй, а от кого мысль-то? От кого мысль-то приходит? Или утром просыпаешься, да? Может сегодня не пойдешь? Внутри Летает уже Я думаю, так, стоп Да мы маленько быстро добежал Да мы маленько добежал, так, оп, обмылся, все И сразу же начинаешь ловить, от кого мысль-то идёт Так она мысль не только такая у верующих Она и не у верующих Неверующие-то тоже на работу не хотят вставать А кто эту мысль им вкладывает? А потом потихоньку Не захотел, не захотел Лежал, лежал Накормила тёща, тесть и потом раз пролежал и всё Животное накормило, больше-то никому ничего не принёс Это то же самое У верующих тоньше всё это Здесь ставишь ещё в воскресенье? Не просто что встать, нет У верующих не просто встать Не, я за мыслью сказал Которая приходит в первую группу Ну да, ну понятно А должна быть другая Понятно, ну да, то есть мысль такая Почему, допустим, вот Андрей у нас, Головач, он сидит в углу Он очень хороший помощник на машине везде Всех там подвезёт, там развезёт Сидит-сидит в углу Я говорю, Андрюш, ну что, сегодня-то ты останешься на занятии? Да, он слышал, да, он слышал Нет Я всё время ему, всё время говорю Почему? Потому что он мне больше всех внушает доверие И надеждам, что он может остаться Я не знаю почему, то ли глаза у него такие Как вот я смотрю на эту собаку Вот, видишь? Тихо, тихо, иди сюда Иди ко мне Гляди, вот на неё смотришь Вот, смотри Видишь? И она вечно плачущая Такое впечатление, как будто она не доела Но когда посмотришь на брюшко её Видно, что она доетая Вот вид такой есть Но это собака Понимаешь? А он-то человек, он должен какие-то Шаги-то делать на встрече Ну либо себя заставлять? Ну, конечно Нужно заставить себя Остаться И сказать себе А я что делаю? Я кто? Или вот к нам Владимир ходил Сейчас он в Новосибирске Учился на врача Три года назад он у нас появился Ходил, 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 ходил В воскресенье никогда его практически не было Только в субботу Почему? Я работаю, я работаю Я с ним поговорю Как-то говорю Володь, у тебя ничем закончится это Ничем? Ничем И закончилось ничем Уехал в Новосибирск учиться Всё, передал нам поклон глубокий Всё, не сам даже Ну, принял я поклон Я молюсь за него Да Ну, ничем закончилось И Игнать Это слова Игнать И так оно заканчивается Ничем Я тебе к этому говорю Когда производили подсчёт Я вот последний подсчёт производил Было где-то 60 Больше 60 человек ушло Сейчас ещё ушло Люди уходят Осталось 40 Вот Игорь Третьяков Ушёл Вот так А я считаю себя в вашей общине Ну, мы тебя поздравляем Ты считаешь Ну, где ты? Ну, ты хотя бы звонил Хотя бы выходил на занятия Тогда понятно Ну, допустим Ты У тебя страшно стишнённое обстоятельство И тебя жена уезла Ну, она врач И там дали ей хорошее место Она там занимается практикой Ну, это хорошо Ну, ты-то где на занятиях? Более мир-то Вот, мир-то бы открытый Вот он Вот Мы можем сейчас снимать И вот он, мир Сейчас раз позвонили кому-то И кто-то вышел Сейчас Из верующих, конечно А вот я его просто когда поднимал Если вдруг вот так Так это, брат Просто было бы Если бы ты позвонил Игнать 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 Давайте с вами встретимся Я хотел бы побеседовать И так далее Он бы тебе сказал Сайт Куда выходить Ты бы уже перед этим Прочитал сколько всего Ты бы там Какие-то благословения услышал Понимаешь? Но Ты же так не сделал Видишь Я не к тому себе Не говорю тебе Что это в укор Нет Это норма такая Поэтому Мы вкладываем Вкладываем Обратный адрес А обратного ответа нет А Господь говорит Любите друг друга Да Это ключевое слово Какое здесь? Любите Любите друг друга Вот давай Как бы ты рукой показал Итальянцы знаешь Любят жестикулировать Или вот это Алена сидит Голодощук И жестикулирует Вот так вот Раз-раз Игнать и ныжить Ты что так руками Ну вот как бы ты жестами показал Любите друг друга Покажи жест Любите друг друга Любите друг друга Вот Вот видишь Показываешь вот так Да Какое ключевое слово Любите Друг друга Любить это понятно Любить Друг друга Друг друга Друг друга Не просто Любите друг Друг друга А друга Ответ на это где? Почему вот я И Ну брат Укорил как бы Брат Ну что ты мне позвонил Ну раз бы позвонил Игнать ивич Заболел Я бы уже молился в этот момент Никто ничего не говорит Есть другое место писание Признавайтесь в проступках друг перед другом Это тоже любой же Друг перед другом Это другое Любите друг друга Господь говорит Оставляя вам заповедь Да любите друг друга Не просто любите Хотя любите и любите Любите и любите одинаково, а читается по-разному, и все читают, любите то есть любите, любите то есть я сейчас полежу лет до 80, на пенсию пойду а потом начну любить а Господь говорит, да любите друг друга да любите, любите, все уже вот с сегодняшнего дня начинается настоящее время принял, услышал, пошел я услышал, поехал а я услышал и поехал и вот ни грамма не жалею, что я поехал хотя знаешь, я у тебя нестандартный приход к нам, нестандартный однозначно, нестандартный и то, что ты такой сразу адекватный и ты уже думаешь об этом, прочитал и главное, схватил, ухватило снова, хотя еще до конца, и Ивангелие до конца читал, я знаешь, как вот я читал тоже я когда попал, когда я тихночу я прочитал 5 раз вот эту Библию вот, моя Библия, которую я читал ну это еще нельзя, это вторая у меня первая Библия, хранится на библиотеке у меня там вот, вот эту Библию вот это, ее видно, что это часто да, ты можешь посмотреть вот, посмотри больше всего, что я читал видишь, что черная вот это открой, что больше всего я читал какую вот она прям черная вот это вот ну-ка Исаия Исаия, да Исаия ну ее видно, говорю, что вот ее видно, что ее читают видишь востребована да, 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 смотри вот вот, а всего я прочитал 22 раза вот эту книгу от корки до корки я всю ни разу не прочитал я вот что-то знаешь, что более того когда я с Игорем Третьяковым говорил в 2003 году я думал, что Игорь Третьяков то уж дока в Библии ну думаю, прочитал а начали говорить он и про пророков начали из Икииля пророка говорить он говорит а я из Икииля не читал а почему принципиально что мне пророков читать как это что они давно там жили и все, мне пришлось доказывать ему, что надо прочитать я потом его спрашивал прочитал я думаю, что он не прочитал думаю, у него такие уже знания были он уже такой авторитет в общине что он не стал дальше читать ему и так хватало вот и все а потом думаю, почему того потеряли человека того потеряли того вот Лена Гладыщук сейчас когда собрание собрание у нас как занятия нет, не занятия собрание перед крещением вот это церковно как он называется церковно-приходской совет совет ну по крещению я ей сказал она рядом с нами я даже сказал почему и я против того чтобы она крестилась потому что она еще Евангелие до конца не прочла но человек до конца Евангелия не прочел и сейчас это сказывается в наших отношениях вот сейчас чем больше мы с ней беседуем проходит она уже крещенная беседа она крещенная, да и теперь она крещенная уже все ей можно дальше не расти все конец цитаты почему ну она может не расти дальше она скрещенная все, она спасена уже теперь только спасайся там ходишь в храмы на занятия как бы за такой уже шаг завершающий да, ты сегодня да, конечно ты заверши все я ей сказал Лена я голосую против даже скажу обоснованно прочти всю Библию вот Библию прочтешь на следующий год те года хватит прочесть или прослушай хотя бы у кого да у меня и все и я проголосую за тебя я вижу что ты желаешь у тебя глаза горят все но когда что-то придет какие-то вопросы тебе не доказать ничего и все ты просто уйдешь и обидишься как бы это было со многими нет нет давайте давайте и вот этих двоих тоже вот этот Андрей и Валерия тоже тоже они не прочли не прочли и тем более что там связано с этими такими еще сердечными делами там страстями я говорю ну зачем они рядом здесь в Барнауле живут дайте им время батюшка нет крестить ну крестили ладно что ладно Лена ходит айки-то двух нету семьи нету все вот они только появились и нету уже значит еще вопросы задавать вот ты не вопросы задавай почему а скажи в себе только никому не говори а я останусь до конца со Христом я до конца все сам разузнаю сам все пойму распрошу священников у всех все со всеми переговорил верующими в каждом храме я найду истину вот так вот я вот так сделаю пошел разговаривал со священниками с верующими и так далее и все и я понял что ничего нету ну вот я начал доходить вот я начал дело все в том что еще и политэкономика тоже ты должен с ней тоже знаком быть с политикой вот Сергей Павлович Пупков он не любит политику я говорю политика мне это не надо зачем мне надо а если бы этого не было я бы не был в этой общине я был антикоммунист и когда я узнал что это зарубежная церковь все как зарубежная церковь предатели ну я не знаю почему так думать да как что тут непонятно раз за границей были уже предатели это от коммунистов пошло то что они там толстосумы жиромясы ездят в Египет там и так далее самолет разбился и показывают 280 человек которые взорвали в Египте был самолет и показывают и какое-то занятие было и я говорю ну почему у нас так вот люди перед тем как они туда полетели никто им не пришел из священников и не сказал люди вы летите в развратную страну Египет в эти курорты и так далее женщины вы там хоть на пляжах то не раздевайтесь если на пляж идете вы видели как мусульманки вот так же точно глядите ходите ну в валахонах и так далее вы что сейчас свои телеса раскроете будете показывать это этим мусульманам и что они будут про нас думать вы же православные а перед этим спросят вы православные вот тебе крест во всю пузу всех выходить я говорю а теперь говорю они все они там позагорали попили шампанского погуляли все нормально ходили телеса позагорали едут загорелые и взорвались я говорю и теперь всех отпивают скопом всех подряд отпивают со святыми упокой со святыми упокой и у меня там короче говоря Сергей говорит там тебя заклеймили сказали что приедут тебя убьют там подвесят ну короче там всякая разная я говорю ну я не понял а за что и там один прислал для тебя ролик для меня для Дебунова этого гада и ролик такой и наверное 50% этих людей которые разбились по нескольку фотографий их жизни родные близкие понимаешь это надо было составить его такой и там идут и вот они там в этом где-то ну дома там они ну среди семи понятно там внуки там кто-то постарше люди там внучки там и так далее дети у них ну все там стоят они все ну конечно все крашены это понятно стрижены в сережках это все женщины это понятно мужики все бритые это тоже понятно но дальше-то пошли из Египта где последние фотографии они же все фотографировались пересылали ну сейчас вот вонсап да-да-да и вот показывают их они в Египте ну что я сказал все крещённые все крещённые не то что крещённые все верующие и женщины там есть объёмные наши русские женщины такие объёмные ну вы-то хоть объёмные ну вы-то не показывают ну стыдно просто такое тело показать это жирный пингвин робко прячет тело мощное в утёсах ну это куда и вот они всё а эти ну красавицы конечно они все писанные там ходят с парнями мужья это их или кто-никто не знает как вы отпеваете это поп-ит спрашивается это понятно так это тебе понятно а другие-то вообще на это никто не смотрит понимаешь в чём дело это же надо всё в корень зреть и себе сказать ну не себя оправдывая не себя ты себя же не оправдываешь а ты это уже истина 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 в том что если они действительно верующие раз их отпели то они должны себя вести как верующие то есть а как должны вести себя верующие это никто не говорит а сразу только я не успел на занятия попасть всё Игнат Тихонович я только увидел сестёр увидел в платочках юбки пояски братья с бородами это евангелие читают занятия это сразу всё по-другому понимаешь давай чуть-чуть ставлю я на велосипеде когда приехал он говорит ты когда-нибудь брился после генерации я говорю ну неделю наверное назад и он мне сразу он мне сказал ничего не сказал он мне сказал бороду не плыть то ли он мне сказал где написано я приехал прочитал всё всё я бриться не стал там левитом 19-го 19-го 27-го у меня здесь есть там левитом я тебе книгу открою и всё и мне знаешь я прочитал и всё и мне как бы это не надо было знаешь какие-то отговоры а может быть это я раньше как бы брился не брился ну постоянно такая была у меня 3 дня небритости потому что бриться для меня это как бы не особо важно вот а здесь как бы мне ещё и на руку упало что её надо оказываться не бриться вот я думаю спорить я с этим точно не стал а потом то думаю так если не исполнять Слово Божие в малом хотя бы да начать не исполнять то куда тебя потом занесёт а если начать исполнять хотя бы в малом да будет открываться больше да вот потом так же вот пояс да 19-27 пояс я начал читать у нас оказывается вообще из культуры вычеркнули пояса то раньше были у старобрясов были они у староверов стороны же они были и пояса и подпояса не были то есть тот внутренний пояс да вот там на рубашке да ещё и наружный был да пояса а их все уничтожены я говорю мы даже просто не то чтобы даже культуру свою потеряли корни то есть нашему буру ну сейчас только вот они вот когда танцует вот левитам девятнадцатая глава 27 на переходе как расстроиться здесь вот 26 да что то я потерял не стриги а вот вот 27 не стриги головы своей не стриги головы своей не стриги головы вашей кругом и не порти края бороды твоей ради умершего не делайте нарезав надрезы вашим нарезав нарезав да нарезав на теле вашим и не накалывайте на себе письме тоже наколки а сейчас эти письмена везде раньше это нету я господь бог ваш не оскверняй дочери твоей допуская ее до блуда чтобы не блудодействовала земля и не а что а не запомнила и не запомнилась земля развратом наполника не запомнилась не напомнилась земля развратом так что ну так не стриги то ваши кругом а нескольких когда встречается и два раза hypothetical даже uster когда пришли 12 глава. С обреженными он их отправил у детей. Второзаконие. То есть получается это стыд. Второе царство 12 глава. Даже для мужика было стыдно, что город в городе постригут ему. То есть это был стыд и срам. Это не просто стыд. Там написано, сильно обесчещенное написано. Бесчестие называется ещё. Смотри, ну, чуть-чуть это так. Ну да, вот мне Игнатий Тихонович сказал про город. А, вопросы. Так, ну это к чему всё это у нас было? Ну, вроде я попал. Это была прелюдия к тому, что обычно люди приходят к нам, и они же не знают ничего. Но так и подтверждается, что Евгений ничего не знал. Даже то, что был рядом телефон, позвонить просто он тоже не знал. А, ну смотри, вот я ещё хотел дополнить. То есть догадаться сложно человеку. Почему? Потому что сердце не подсказывает, молитвы нет у человека. И поэтому, когда человек начинает молиться, Господь его приводит такими путями, ну как бы такими нежными путями, приятными. Я вот попал вообще, мне интересно, это меня там, в этом, на Колыме, отсюда с 7000-х, перехватил, перехватил Михаил Фаст, а он племянник Геннадия Фаста. А Геннадий Фаст обратился из минонитов в православие, стал священником, протеереем, маститом, писателем духовным, через Игнатия Тихоновича. Вот эту книгу трехтомник, вот сзади тебя. И там с 400, с 300 какой-то страницы, 80, идёт книга Апокалипсис. Это вот с подачи Игнатия Тихоновича, протеерей Геннадий Фаст издал, он не издавал, первый издал её Игнатий Тихонович. Вот это всё, вот это вот, Апокалипсис книги, идёт. Получается, больше половины, да? Да, вот она, Апокалипсис. Более половины. Вот, гляди, 314 страницы, и по 700, это, 750. Это две трети части. Да, две трети. По 742, по 700, 530, почти 530 страниц. Вот, третий том, это Геннадий Фаст. И он до такой степени приблизил. Наверное, уже ближе приблизить к нам книгу Апокалипсис в толковании, в понимании невозможно. Почему? Тайна беззакония уже сказана такая. Тайна беззакония – это коммунистическое движение. Во что не верит Сергей Павлович? Многие не верят. Хотя, даже мне это странно. Но я теперь понимаю, почему он меня банил, когда я с Элиным бился. Он меня забанил, а не его. Потому что он ничего не понимал. Он считает, что это нормально? Нет, он считает, что сейчас время пройдёт, демократов будут считать тайны беззакония, а там дальше ещё кого-то. Ну, то есть, в голове у парня вообще нету никаких планок. Я ему говорю, демократия от времён становления государственности. Когда становление государственности? Ему ничего не надо же знать. А знаешь, когда становление государственности было? Я тебе сейчас скажу, где написано об этом. Об этом написано в четвёртой главе книги Бытия. Книга Бытия? Нет. А власть – это и есть государство. Мы из земли отошли. Государство – это власть, которая держит какое-то количество людей в повиновении. Вот у нас сейчас государство, оно законы всякие объявляет, и мы обязаны его защищать, геймут за него. А нравится оно тебе и не нравится? Что оно тебе приносит – это никто не думает. Почему? А оно тебя силой забрало в своё место. Получается, мой кесарь его кесарь. Да. Но так как мы не должны поднимать восстание, а должны идти за Христом, то, допустим, ты решил идти за Христом, а теперь нужно защищать с оружием в руках эту власть. Какой у тебя выбор? Ну, своё существование продлить или продлить своё существование у Христа? Два выбора. Я думаю, что в любом случае тут должна сработать заповедь. Ну, конечно. То есть ты отказываешься брать оружие. И дальше теперь у тебя два выбора. В нашем государстве тебе только к стенке. К стенке. Всё. Больше ничего. Ну, случайно закончилась война, и тебя не успели расстрелять. Ну, дали тебе по жизни 20 лет каторги какой-нибудь. А так стена. Всё. Трупы. Тебя только убьют. А в Америке? А в Америке не так. У них альтернатива была. Вот по соображениям совести. Ну, я смотрел. 44-й год. 44-й год показывает. Он сам пошёл. Он сам добровольно пошёл. Ну, сразу сказал им, я иду добровольно санитаром, помогать раненым. Кого-то будут убивать, а будут спасать. Ну, любым раненым. Я всех буду спасать. Они ему смеются. Бьют его. Он в пингалах ходит. Ломают ему тут. Руки выбивают всё это. А он ходит. Они ему. Ну, чё. Всё. Офицер. Всё. Доигрался. Идёшь домой, да? Давай. С заявлением. Нет. Я дальше. Напомнишь? Мне охота, чтобы у него бородёнка какая-то была. Это был православный. Ну, это не православный. Понимаешь? Православный всех оболгали, обманули. Всё. Да ты только сейчас немножко постреляй чуть-чуть. Без ненависти. Просто тюк-тюк. Помнишь там? Как попы говорят. Да, мы отдаём жизнь свою. Нету ничего. Выше отдать живот свой, положить живот свой за другие своя. А чё ж ты берёшь автомат и живот-то других простреливаешь? Вот. Ну, какой смысл-то в этом? Где ты исполнил-то это всё? Ничего ты не исполнил никакого закона. А попы? Исполнил, исполнил. Исполнил. Со святыми тебя упокой. Когда вы потащили тебя в яму уже. Бесы. Со святыми он тебе дальше со святыми. А его уже бесы сами. Сатаная. Уже сатаная. Дайте ему продлить ещё этому гаду жизнь. Он нам нравится. Он очень хороший гладит его спереди. Очень хороший. Видишь, какой он? Сутунах отличный. Всё. Дармоед. Со святыми. И они все такие вокруг-то. Все. Помнишь этот момент? Когда жена его к нему подошла. До такого дошло. Сейчас поверим. До такого дошло. Прославляют всех в воинах, кто умер за отечество в битве с нацистами. Всех прославляют. Всех поголовно. Всех поголовно. Всех, кто погиб в войне за Россию. Второй мировой. Попы всех отпевают. Всех со святым у покой. Ты понимаешь, до чего дошло? И эти попы везде отпевают. Попробуй ты пойди сейчас нашему батюшке скажи. Батюшка, это не так. Нашему батюшке скажи. И ты услышишь другие слова. Он тебе не скажет, что это только те. Батюшка отпевает своих родных братьев, которые воевали на войне. Я пришел и говорю, знаете ли, батюшка там брали, там отпевает. Мы спрашиваем. Батюшка, как вы в павших в борьбе за эту? Как так? Я братьев своих отпеваю. А что же никому не говорить? А братья что, не воевали? Ну, скорее всего, они не воевали. Он не знает точно. Он не может знать точно. Ему сердце подсказывает. Он так чувствует. Мы не чувствами ходим, а веры. А если они убивали? Они же мои родные, понимаешь? И я тоже дедушку свою хочу прославить. А он у меня был автоматчиком. Он ни одного там фрица загубил. И он о войне мало чего рассказывал. Потому что он повоевал по-настоящему. Весь изранитый. И дед у меня по отцу. Дед Андрей, который в Биске здесь у помер жил. Тоже весь изранитый. Контуженный. Дважды. Два раза был в штрафных батальонах. Офицером. В атакте ходил. И я ни мало не сомневаюсь, он ни один живот пропорол. Он тоже ничего о войне не рассказывает. И я знаю почему. Здесь ты участвовал в аборте какой-нибудь женщине. Ну, сказал, давай сделаем аборт. А что? И тебе уже стыдно. Об этом даже думать. А тут ты убил человека. И у тебя только одно. Или ты будешь зубами рвать тех, кто говорит, что это не так. И ненавидеть Христа. Или согласишься и в прахе и раскаянии пойдешь перед Христом и будешь христианином. Деваться некуда. Или полное покаяние, или полное противление тут. И тогда Господь за тебя возьмется. Равнодушных не будет. У нас было сколько афганцев рядом со мной жили. Они меня ненавидели. За то, что я задал вам вопросы. Чего там делали в Афганистане. Сегодня придумали. Они раньше не знали, чего отойти. А что придумали? Сегодня придумали. В этих документальных фильмах и так далее. Придумали. Начало террористического движения было. И поэтому мы там был первый оплот антитерроризма. Поэтому били войска и этих террористов мы там глушили. Сами наплодили террористов. Напустили туда Калашниковых. Автоматов с пулеметами и гранатометов РПГ-5 и РПГ-7. А теперь мы этих террористов прижимали. Когда у многих на флаге Калашниковых. Да. Сейчас в четырех странах Калашниковых. А было больше. Помнишь, вот эта жена ему подошла, когда ему сказала. Что тебе трудно взять автомат? Просто подержи оружие. Просто подержи. Ева. Как Ева, да? Откуси, да? Нет. Были такие женщины, к которым мужья подходили и говорили. Ну ты что делаешь-то? Ты же моя жена. Я тебе приказываю отрекись от Христа. Они говорили. Нет. Он кто? Адам. Взял тот самый, который вкусил от нее? Адам. Нет, это нет. На женщин ничего не надо говорить. Ты смотри. Нет, я не на женщину. Я говорю примерно такой же кусок. Я думаю так. Просто этот фильм нужно разбивать по таким частям. Вот мы сейчас говорим о заповеди Божьей. Как люди исполняют ее. И вот даем данный пример. Причем это реальная историческая действительность. Вот этот парень он был. Который спас. И японцев спасал. И своих спасал. И многих спас. Ему дали. И так далее. В конгрессе. Это все. У него прям эта история прописана. Но ее может быть чуть-чуть подрасписали. Чутка. Потому что непонятно как там поле боя усеяно. И японцы сразу то не прошарили. Но с другой стороны я не был на поле боя. Поэтому. Свою башку высовывать. А там снайпер может сидит. Не знаю. Я знаю. Только вот точно. Вот точно знаю. Василий Зайцев такой был снайпер. В Сталинграде. Стопроцентный был. Вот. Он сразу начал крушить башки офицером. Снайперской винтовки. Немецким. И в конечном итоге у него счет. Когда ему прислали его убить. Немецкого лучшего снайпера. Вермахта. Лучшего снайпера. Он долгое время то ему вычислил. Он его вычислил. Да. Кстати они так друг дружку и никого не убили. Это. Это. Придумали уже там. И так далее. Не тот не поймал его. Не этот. Но они друг. Зато на. Тот наубивал наших офицеров и солдат. А Зайцев. 139 человек. Кончилка душ. Забрал. 130. К концу войны говорят. У него была цифра. Чит больше 400 человек. Он уже за рубки не ставил. Он уже видать стеснал. Кто то этим гордился да? Конечно. Женщина была у нас в Севастополе. Тоже снайперша. Ее посылали в Америку потом. В 42 году. Она там говорила коммерческие такие речи, чтобы второй фронт открыть. У нее было 319. В 42 году уже 319. За год войны на Щелково 319 человек. Ну талант просто убивать. И прятаться. У нас самая маленькая. Не поймали ее. Ничего. Ее уже фамилию знали. Все. Как она скрывается. Ее ловили немцы. Не могли поймать. И Зайцева точно так же. А потом Зайцева убрали с фронта. Давай свой опыт молодым показывай. И среди сотни молодых какой нибудь талант проснется. И вот наплодили этих снайперов кучами. И говорят один снайпер мог держать на поле боя один снайпер роту. А рота это? Тысяча. Нет. Нет. Пол тысяча. Пол тысяча. Пол тысяча. Рота это 150. 150 да. Это 3 взвода и плюс полосчики. Представляешь? Да. То есть поднялся. Он тебе так замаскирован. Пинкс. Позицию потихоньку поменял. Там офицер опять поднимается. Первый же офицер должен вперед командовать. Опять пик. И этот снайпер мог быть верующим? Ой. Вкрещённым. Вкрещённым да? Вкрещённым. Ну конечно вполне мог быть. То есть ну война это однозначно убийство. И там у нас начинается такое уже колбасение в канонах. Люди не могут понять. А как нам дальше то быть? Ведь не только православные страны есть. Государства. А есть еще и неправославные языческие. Вот эти Заратустровцы были тогда. Персии. Еще мусульман не было. Как с ними то быть? Они то идут войной. Как быть то? То есть армия так и так нужна? Мне тут знаешь понравился какой ответ? Мне понравился ответ. Когда вот они сели и молиться поставили. Пост взяли и молитву. И тогда нападения не было. Со стороны Мамая там какого то это. Ааа. Это Мерланка. Это 1395 год. Ну то есть если бы уверовать в Бога. Все силы, все сердца, всем умом своим. Тогда наверное после молитвы все таки либо помогли. Ну иногда Господь что то такое показывал. Это же все происки и опыты. Ты же не должен нарушить то слово. Завет. Понимаешь что у нас там в это время такие братоубийственные были воины тоже в России. Братья друг друга убивали. Одного князя Владимира взять. Он же и братьев с братьями там тоже так все завершил. Сколько там жен было и так далее и тому подобное. Самое главное нам не таким нибудь. Смотри а вот этот Комогри Дэши. Так подожди. Мы к чему приходим-то? Ты знаешь еще что это мне сказал самое главное? Мне понравилось что он там ответил. Я, говорит, не могу предать того в кого я верю. В которую женщине ты это ответил. Она говорит как же тогда моя вера? Я, говорит, не могу предать того в кого я верю. Все. И она, говорит, поняла. Я, говорит, я понял тебя. А я, говорит, у тебя не оставлю нас. Не могу предать того, в кого я верю. Вот что. Вот эта фраза Умниisesti заполнилась. Вот это во всяком фильме. Да, конечно хорошо но дело в том. Что надо же знать Justice, что это в кого ты веришь? Чего он говорил. А обычно, я тебя спрашиваю. ты Евангелие дочитал, ты говоришь, нет, не дочитал. Вот тебе бабушка и здрасте. То есть ты еще до конца не знаешь, что там Христос от тебя требует. Просто ты попал в общину верующих, в общину верующих, поэтому и сейчас идет вопрос. Вот, гляди, идет, я ставлю, приходят люди новые и никогда никто из них не подойдет и не спросит, а крещение-то как мне принять? Вот, я задал тебе вопрос, ты крещение собираешься принимать? Да. Ты сказал, собираюсь понимать крещение. Я говорю, ты знаешь, что для этого нужно? Ты говоришь, нет, я говорю, правильно. Я тебе говорю, прочитай вот это вот материально. Я вот ее сначала начал и к истинному православию, прочитай вот эту страницу, вот я тебе сказал, вот это вот заявление о крещении, о принятии в общину, краткая история нашей общины и так далее. Вот, кстати, так называемое апостольское служение, которое ты служишь. И вот, приблизительные вопросы к оглашенным. Вот, вот ты, если ты согласишься крещение принять, тебе нужно подать заявление о крещении. Когда ты подаешь заявление о крещении, первое, гляди, давай читаем. Вот заявление о крещении. Я, Евгений Батькович, уверовал в Господу нашего Иисуса Христа, моего Спасителя, добровольно желаю принять святое крещение во оставление грехов, во оставление грехов, это очень важно. Теперь дальше. И быть членом Святой Православной Церкви. Как бы, ну да, все нормально, но тут дальше еще есть. Прошу внести меня в число оглашаемых, ну как бы, готовящихся к окрещению людей. Обещаюсь, не клянусь там ничего, обещаюсь, по мере своих сил, то есть ты, когда говоришь слово обещаюсь, ты, как бы, Господи, без тебя не могу говорить ничего. Помоги, Господи, даруй этих сил исполнить обещания, потому что обещания к тебе относятся, Господи. Исполнить святые евангельские заповеди, а ты еще Евангелие до конца не прочел, и посты Православной Церкви. Ну, посты можно понять. И все, чему научаюсь на подготовительных занятиях. Видишь, ты занятия сейчас проходишь, тебе очень легко вообще вот, ну, как бы сказать, я оглашенный уже. Хотя ты еще не оглашенный. Согласно Слову Божию и правил святых соборов и святых отцов Церкви и бесспорно соблюдать правила церковной дисциплины. Возраст, адрес проживания, дата подпись, поручители. Теперь поручители, глядей. Первый поручитель, его фамилия, имя, адрес проживания. Второй поручитель, фамилия, имя, адрес проживания. Ты это читал? Нет, я на сайте не нашел. Так я тебе первым наперед сказал, прочитай 412 страницу. Открыли с тобой книгу, я тебе показал. Вот это, говорю, первое прочитай. А все, вот это бы ты прочитал, ты бы уже, не знаю, у тебя какие вопросы по этому есть? Прочитаем. Тут у меня вопросов вообще никаких. А вот это, вот тебе поручители, ничего не говорят? Ну вот поручители, я как и с Володей уже поговорил по этому вопросу, когда мы ехали. А что ты понимаешь под словом поручитель-то? Кто тебя несет ответственность, кто за тебя несет, то вот в ответе за тебя, что ты подготовлен? До крещения. Вот крещение принял, ты становишься братом. Все, и теперь ты, у тебя как бы поручители, просто твои друзья-братья становятся. Все, с ними можно общаться, там, в гости там ходить и так далее. У нас такое было раньше. Сейчас этого уже практически нет. Только вот среди немногих. Ну сейчас лишь YouTube. YouTube? Нет, не YouTube. А в YouTube, кстати, этих братьев и нету. Нету? Нету. Просто там другое. Что тебе понятно? Они хотят спокойно жить, чтобы их не трогали. У них все есть. Они крестились, они ходят на службу, батюшка их там, кадила накуривает. Все, они там исповедовались, причастились, хорош. Все, готово. Все. Нет, видишь, я как бы, смотри, вот в той церкви, да, ну не в той церкви. Вот я как крестился. Вот как я крестился? У меня жена, вот супруга до сих пор в этом, в этом, замешательстве. Что, мне тоже перекрещиваться? А теперь гляди, ты подал заявление-то, кому подал? Кому подаешь-то? Заявление. Я такой-то, такой-то, адрес, подпись, мой возраст. А заявление ты подаешь батюшке нашему. Потому что он крестит ни я, ни Володя, ни даже Игорь. Это понятно. Ну вы-то за меня ответственность будете настили. Подожди, я не готов. Ответственность ты сам за себя вручную степь. Я готов, я не готов. Поручители, это не отец с матерью. Не, ну это понятно. Поручители, мы поручаемся. Вы готов, не готов, скажете? Да, мы скажем, готов, не готов, вот чем дело. Ну я не к нам понял, что ответственность все, я сейчас буду пока сидеть, курить там, лежать, болтыкаться, а вы здесь, давайте, вилосте, как это там в фильме там пространство космическое? Да нет, этот еще двое из ловца. А вы что за меня есть будете? А, я что сейчас? Два поручителя. Я просто неч, а как? Нет, за тебя есть там и будем, а вот давайте сам все учи, и ухрестись. Это смотри. Наше дело направить. А мы напечем хлеба и съедим. Направить. Да, направить, и поделиться с тобой. Поэтому смотри, я когда ходил вот туда, в тот храм, я ничего не думал. Мой новый быть товарищ, я встретил Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он. Ты только уверуй, уверуй в Христа. Уверуй спасешься, вижу вновь и вновь. Но он изгибает презрительно бровь. Духовные очи окутаны нглой. Он хрипло до ночи сражался со мной. Ему привожу золотые стихи. А он вспоминает былые грехи. Христа он не верит, грехом ослеплен. Отныне наш дом пополам разделен. Мой бывший товарищ, я верю в Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он. Ты только уверуй, уверуй. Христа, мой бывший товарищ. Мой бывший товарищ нам не попутит. Мне узким путем за Иисусом идти. На этом пути мы теряем друзей, теряем супругов, детей, матерей. Понимаешь? Но бросившим вызов неверию и тьме, Христос посылает друзей во Христе, кто в истине будет до смерти стоять и истину в мире опять возвещать. Мой новый бывший товарищ, я встретил Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он. Ты только уверуй, уверуй, уверуй в Христа. Это есть, да, вот в этих пенснопениях? Чей это думаешь-то? Ну, я думаю, супруга, наверное, да? В десятках. Марина любит. Марина любит. Ну, там, да, нигде у нас нету, да, этого? Нет, ну, есть, есть, есть ответа, есть. Надо только, надо, это, забить песню товарища. Товарищ? Есть, 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 да. Она называется товарища. В моем мире она есть у меня на странице. У меня тоже, у меня, на моем мире. Вот гляди, теперь дальше. Поручители, свидетели моего крещения, не менее двух, их адреса, телефон, возраст. Я теперь гляди. А, заявление. Для крещенных о принятии в общину. Вот ты крестишься, ну и куда ты дальше-то пойдешь? Батюшка тебя крестил. А отец твой духовный, тот, кто тебя крестил. Понимаешь? Это духовный отец. Вот батюшка, вот наш духовный отец, брата. Игнать Тихонович тоже наш отец. Но он отец по вере. Потому что мы услышали слово о Христе от него и уверовали. А вот в Бога, Бога я уверовал и в Библию я начал читать еще до того, как о Христе узнал, что Христос за меня умер. А до этого мне никто простых слов не сказал. Христос за тебя умер. Человек. Я думал, что грехи, которые я делаю, они как-то мимо меня обходят. Ну, я старался о них не думать. Я понимаю, что это плохо. Вот то, что плохо, я перестал делать. Там, блудить, материться, пить, там, что там еще. Воровать, лгать. Я вот это, ну, постарался. Это все. Кое-что из меня полностью ушло, а кое-что, конечно, осталось. Ложь, это очень сложный такой. Есть ложь такая, она тонкая, что ее обойти очень сложно. Да-да, думаешь, что это было достаточно совпадать, чтобы было. И тогда, да-да, и тогда тем легче просто и прошел дальше. Ну, как вот, берут в руки автомат, да возьму, подержу немножко, или бородку чуть поддрели, там вырастет, пока доеду до общины, опять он за год этой службы-то отрастет. У нас многие молодежь так попытались проскочить. Ну, только слышишь, ай-яй-яй, как вы о них говорите, ай-яй-яй, как говорите. Ну, пускай они покажутся, хоть кто они такие-то. Хоть узнать. Хоть вылезет, хотя бы сам скажет, а то все за них заступаются. Чего за них заступаться, их нету нигде. Где эти Максимы, Терентии, там, и так далее, и тому подобное. Где они, где, где? Никого нет. Один, этот, одна, запах, не на жизнь, а на смерть. И вот видите, заявление для крещения, принятие в общину. Церковно-приказской совет, крестовозвижская община города Барновола, батюшка-председатель. Поэтому тут так пишется. Прошу принять меня в общину, я верю в Господа Иисуса Христа, как мою Спаситель. Уверовал время, место, через кого и через чью проповедь, что послужило обращению ко Христу, в каком возрасте, подробно. Принял святое крещение, время, место, кем крещен, в полное троекратное погружение. Обещаю исполнить святые евангельские заповеди, посты, православные церкви, всему, чему научаюсь на библейских курсах нашей общины. Согласно Слову Божию, правил святых соборов, святых отцов церкви, бесспорно соблюдаю все правила церковной дисциплины в 16 пунктах и подчиняюсь всем решениям нашей церкви, общины, беспрекословно, проучители, свидетели моего крещения. А, это уже после крещения, да? Да, это после крещения, да, заявление, в общем, подавишь. То есть, когда ты крестишься, там, как бы, ну, ты можешь же куда-то уехать. Да, сначала вот от меня, заявление о крещении. Да, заявление крещения. Вот ты хочешь креститься, вот ты должен подать заявление, а теперь глядись, что ты должен, вот, когда ты, перед тем, как ты решил, что ты крестишься, что ты должен знать. Вот. Причем здесь синут? Подожди. Где тут? Вот, вот. А, вот. А, вот. Приблизительно вопросов. И спрашивающим себе крещения, эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. Вопросы расширяются, почему? Человек бывает лукавит, чувствуется, что он начинает лукавить, и тогда начинает расширять, все-таки он лукавит или нет? Или просто он так прямолинейно отвечает? Бывает, отлично заучивает человек прям, золотолуста там или что, и прям так отвечает, и думаешь, ну, ответ, как он сам-то думает, не поймешь, и ты начинаешь раз-раз, и человек, что раскрывается там. А там мне Игорь, Игорь Дреков сказал, когда я так же, перед крещением отвечал на эти вопросы все, спрашивают устно, а я просто выписал себе. Вот, и он такой потом подошел мне, после этого беседы, он говорит, ну, ты гид хитрес, все место писания, говорит, раз, на все вопросы. Ну, да, можно местами писания. Но тебе все равно вопрос зададут, как ты это делаешь? лучше честно, потому что, если не так, он честный был, он просто честно решил ответить максимально, он молодец, он ответил максимально, и ты можешь так же ответить, местами писания, если у тебя хватит тябы. Это же тябу хватило, но непонятно, то есть, как ты догадался до этого, может, ты подсказал? Нет. Да я не тебе говорю, я вообще говорю, что Игорь Третьяковский, я старался, здесь в этом вопросе, я про себя сказал, что лучше ответить честно, если ты этого не знаешь, то ты говори, не знаю, так, а не выдумывай, сиди там, что-то может быть, Господь, слово не знаю, на эти вопросы ты не можешь. Нет, ну, я... Ты можешь сказать, я не понял, но если не понял, ну, я не знаю ответа такого, не знаю на него. Так мы как раз для этого сидим здесь. Мы как раз с тобой тут и встретились, для того, чтобы тебе... Я сто процентов скажу, что ты знаешь ответ на каждый из этих вопросов, потому что ты такой же человек, как я. И все. Есть все эти ответы у тебя. Гляди, расскажи своей вере во Святую Троицу, кем для вас является Иисус Христос, почему и спрашиваете себе крещение, подробно о причине, когда это желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли. Твердо ли. Почему именно здесь решили принимать крещение у нас? Обещайтесь ли оставаться членом Святой Российской Православной Свободной Церкви? Это у нас в начале была такая, это Русанцев, он в этом, где-где-где-где, скажи мне, в Рязани. Ну, это получается вот как вот уровень катехизации, да? Вот это все. Нет, нет. Общение, подготовка к крещению уровень, да? Ну, катехизация, то, что как ты думаешь, я не знаю, как ты думаешь, ну, как я знаю в Московской Патриархии, это совсем другое. Нет, так это уже перед самым крещением, ты уже прошел катехизацию. Конечно. Нет, 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 брат, гляди. И спрашивающий в себе крещение, вопросы к оглашенным, оглашенным. То есть он еще оглашенный, он кое-что еще не может. Он не крещен еще, не крещен. Не крещен, да, нет, ты не крещен. Просто смотрите, я смотрел тогда у Данила Сысоева подготовку к крещению. У него там 5 бесед. Беседа каждая где-то часа по полтора минимум. Как минимум. Нет, вот у нас ты уже начал оглашаться. Ты занятия проходишь, это уже оглашение. Нет, 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 я не про то говорю. Что, как минимум, вот хотя бы, говорю, как минимум 5 бесед. Как минимум 3 с половиной, от 3 с половиной до 5 лет оглашение идет. Смотри. Не минимум, какой-то полтора там, собеседы какие-то. Жизнь с человеком. Вот почему я тебе, открою карты, географические, вот атлас мира. Почему я тебя пригласил к себе? Почему к себе? Ну, а не к тебе мы поехали, допустим. Я бы мог к тебе приехать, у меня тоже машина есть. Подъехал бы где-то. Чтоб попросился тебя на работу там куда-то. Посидим там. Ну, почему к себе тебя пригласил? Ну, чтобы показать, как ты живешь, как мы здесь... У меня занятия здесь, я живу очень скоро. Нет, ну, все равно, в любом случае, что не там где-то мы с тобой встретились, на дороге, где-то на лавочке, где-то в парке. Понимаешь? Жег тебе домой. Потому что, во-первых, ты всем своим видом показываешь свою веру, да, полуоблачаясь? Я же сейчас, допустим, приду... Я не веру никакую не показываю. Вот говорит, да. Я не могу веру никаким видом с вами показать. Это глупо. Я просто показываю тебе, что я простой человек, ну, обыкновенный, доброжелательный человек. Заходи ко мне, я тебя чаем напою. Как Чапай. Хочешь чаю? Садись. Чай пить я чай пью. Обедаю? Садись со мной. Я обедаю. Понимаешь? Я просто такой же человек, как ты. Такой же. Вот нету никаких тут ни вторых там, ни второго сердца, ни второго лица. Я тебе такой, а там сзади у меня с зубами. Стандарт она называется. Я тебе про это пускал, просто я тебе как-то там начался. Да я не знаю, что там, Настя, что-то ты чересчур. Какую веру показать? Веру ты мою, и так можешь увидеть. Я вот хожу в церковь, молюсь. Это тебе для полной. А чтобы, допустим, полностью веру какую-то узнать, как ты ее узнаешь? Ничего не узнаешь. Не, ну в любом же смысле. Я вот перед Сергеем Павловичем пластом разливаюсь прям маслом вот так, только по мне, как сходи. А он по мне только вот так вот на месте топчется и ничего понять не может, что ему... Не, ну за ней, например, к научному деятелю. Там будут куча стиложейских книжек и какой-нибудь этот, сделанную эту все записывать. Слушай, я разговаривал с научными деятелями. Когда они говорят о Боге, никакого интереса их слушать нету. Если они какие-то узкие, узкие, целенаправленные примеры там приводят. Я разговаривал с одним человеком. Он жил в одном поселке Сыгнатихночем. Он его знал маленьким еще. Сопляком он бегал. А он был полковником в трех родах войск и генералом у казаков здесь у нас в Алтайском крае. Сильно умный человек. Вообще, он до такой степени умный в военном деле. А я стоял с книгами на площади Сахарова. Семь лет занимался этим. Начиная с весны и до осени и до лета. Короче, стоял вот это. Каждую субботу с десяти часов и до часа. И он ко мне там все время подходил. Он узнал Игнатихноча, узнал, что я его хорошо знаю, а он его уважал сильно. И он ко мне подходил и мы там беседы вели. И он мне вот там рассказывал о войнах, как он участвовал военным советником в Вьетнаме, где-то в Алжире, в Эфиопии. Но очень интересно слушать, заслушаешься. Я тем более про войну это у меня прям такая душесчипательная такая тема. Мне так жалко всех погибших. Но в то же время я хочу, чтобы была истина восстановлена. Они были убийцами все-таки или это со святыми у покоя полетели в небеса и души. Надо надо конкретно уже знать, кто они такие. Поэтому то, что они сделали, это героический пример необыкновенный. Не веруя во Христа, идти в атаку, зная, что сейчас тебя убьют. Ну, герои. Но герои не для Бога. Ну, а веруя во Христа бы они бы этого не сделали, не знаю. Поэтому это для нас не так. Примеры именно спасения они в Библии. Вот эти вопросы они тебе поставят на нужное твою жизнь сегодняшнюю как крещение. Они тебе дадут толчок. Если у тебя они все время будут под рукой. Гляди, даже вот это рассказать о своей вере во Святую Троицу тут уже придется попотеть. Кем является Иисус Христос тут уже легче. Можно заученными фразами. Почему и спрашивайте себе крещение. Тоже это чисто твое. То есть, если ты это передумал, ты легко скажешь. Подобная причина, когда желание появилось, умелчило, но это тоже почему именно здесь решили принять. Тоже ты об этом скажешь легко. Если ты передумал. Обещаетесь ли оставаться членом это даже смешно. Это вопросы нужные. Понимаешь? Нужные, конечно. Второе. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашенных? Вот тут честность давай проявляй. Какие нарушения Соблюдали ли посты среды, пятницы? Последний великий пост целиком ли готовились и постились? А вот на великий пост еще не пропустилась. Вот так. Эти тоже, которые семья пришла. Более того, они от оглашенных, они от поручителей отказались, а мы не хотим поручителей. Более того, они сказали, мы в общем не хотим у вас быть. Просто хотим покреститься. Просто хотим покреститься и почему-то на это пошли и крестили. Табачик. А батюшка и батюшка и мотивность теперь говорит. Ну и где они теперь? Вот че? А вот это два разных вопроса, да? Говорить. Такие нарушения любознравственного отношения были за время вступления в число оглашенных. Ну как бы посты как бы тоже за время вступления. Да, вступления в число оглашенных. Когда он оглашенных хочешь? Да, вот ты сейчас будешь оглашенным или ты уже себя считаешь оглашенным? Ты уже не должен делать. Так я уже считаю оглашенным. Ну тогда вот люди посты все забудут. Вот среда пятницы у меня началась. Вот с этого момента она у меня началась. То есть я начал приходить к этому да, соглашенных. Вот мне когда я знаю как я вот в первую службу когда пришел когда батюшка приехал священник, да? И он говорит оглашенные и забыть и вот тут у меня дилемма встала у меня внутри. Кем ты себя считаешь? А то что считать тебе скажут иди сюда нет, я я себе кем ты себя считаешь? Ты там крещён да, считаешься? И сейчас здесь вот честно себе скажи и у меня ноги пошли я вышел. Все, из этого момента не стал сопротивляться да? Да, и не стал сопротивляться. А так братья вы подошли и ты такой хая! Чум-чум! Одного второго. Ну что? И стоишь такой по совести. Фу, верный я один. Не-не-не, по совести. Всех перебил. По совести. Именно. По соображениям совести. Да, я вышел. Я вышел и все. И с того момента мне вопрос уже вот гляни, вот эта совесть она не от тебя. Она не от тебя. Вышня. Понятно, понятно. Поэтому ты Господа благодари, что он тебе такую совесть дает. Ты услышал, сел на велосипед, поехал и вот тебе Игнатик на встречу вышел. Понимаешь? Даже не звонил ему, хотя телефон-то можно было звякнуть. А он обычно остерегается выходить. Да, да, он бы не принял. Он бы с тобой может быть еще через три месяца. Я вышел, вышел, потом сходил телефон. Я раз вернулся, телефон... А, вот здесь я телефон и записал. Да, я там у него уже был телефон. Иди позвонил? Позвони. Позвонил? Нет? Я начал набирать, он вышел. Я вот здесь, я потом стоп, я же там увидел телефон на этом, на окне. И все, я вернулся. А он говорит, смотрю, первый раз ушел, раз опять вернулся. Я здесь уже подошел, он сказал же, как мне. И здесь я начал набирать, и он выходит. Кто такой? Это уже такая подсказка для особо глупых, когда уже ты пришел к человеку и тут еще перед дверью написанного телефона. А ты будешь ломиться? Да, ну телефон же, ну набери, как бы подсказку тебе делает человек. Он тебе не может сказать, звони мне, это как Христос. Я мог. Хотя я на меня сам ничего закрыто не было. Просто я там посмотрел, я думаю, там собака сейчас выскочит на меня. Ну я же не знал за территорию вообще. Просто я у шахмата его увидел еще. Плюс к тому же. Но я это не знал, где этот район. Так, подожди, давай дальше, это мы уже все с тобой обсасывали. Ну тут вот ты должен сам отвечать. Религиозно-нравственные отношения. Религиозно-нравственные не знаешь, что такое? Набери. Теперь поисклинике что такое религиозно-нравственные отношения. Число оглашенное. То есть у тебя, допустим, венчание есть или нету? Нет. Ты живешь в блуде, получается. Это был... С женой я расписался. Да расписался это ничего не значит. Нет венчания, ты живешь в блуде. Если она не крещенная, а вы повенчаны, то это тоже неправильно, допустим. Не, ну она как бы крещенная, как и я. Мочением. Ну то есть крещения истинного нету. Да, я говорю, мы в оглашенной крещенной были. Она участвовала, не сомневая, она сомневается. Я говорю, иди в храм. Если ты себя считаешь крещенной, иди в храм. Иди на причастие. Вот, когда я это узнал, я позвонил Марине, она была в Магадане, я здесь, и я говорю, Марина, мы с тобой не венчаны, поэтому мы с тобой расходимся сейчас. Ну как бы, не живем как муж с женой. Так она мне там, как начала поносить там всякими словами нехорошими. Ну типа, самое такое, это, ебнух. Это было самое такое мягкое. Понятно? Мужикам-то. Вот так, это самое мягенькое. Потом, когда я еще сюда приехала, она думала, ну на расстоянии, она сюда приезжает, а я кремень объясняю и все показываю. А вот у меня тоже такие вопросы. Говорю, видишь, так и так, мы-то с тобой там, религиозно-нажетно, поэтому. Ну и все, она потом смирилась и 15 сентября 96-го года мы повенчались. Она тоже крестилась со мной, крещение приняла. 7 июля 96-го года. Да что? 96-го года. Ну мы с ней разговоры долго били, много, она там сама там размышляла, там все, у нее тоже такие там свои переживания страшные были. То есть, так-то вот у меня... И она, как сказал Игнатип, ну еще, я пошла за бужем. Это все-таки муж мой. А мы расписаны. В общем. В общем, да, пошла в общем. Она очень тяжело, как бы, она через меня, я как являюсь связующим звеном отношения с верующими людьми. Потому что она такая одиночка, сама по себе, одинокая. Ну, так писать такие стихи, я не знаю, это надо. Никто на нее посмотришь, никогда не скажешь, что такие гимны можно писать. Глядей. Сейчас. Так наполним сердца славословьем за великие милости к нам. Насладимся духовным застольем, восхитимся духовным даром, а таланты любому даны. Мы ведь, братья, единое тело, и друг другу служить мы должны. Познавши братскую любовь, нельзя грехам вернуться вновь. Мы, братья, во Христе, да с Бог спасемся все. Вперед, вперед, небо нас ждет, когда исполним все. Это вот две образы, да? Ну да, это концовка гимна христианского. А сразу проснулась, когда это давно было? Нет, она всегда стихи писала. А, всегда? То есть, тоже собро, да? Да, она у ней была. Но она это, целые свадьбы в стихотворной форме. Она книгу, это... А, постой, она где-то тамадой была, или что-то такое? Тамадой. Это не то? Нет, она тамадой не была. У нас это талант. Сейчас, она книгу собака пошла за ними. Покурил печенью. А, Тавита? Тавита. Книгу Тавит она сделала как в стихотворной форме, как пьесу такую поставила, стихотворную. И мы прям ставили такую сцену, где-то около часа она была. И она вот все-все полностью там, у нас там были расписаны кто какие образы представляет. Я там был, я был Тавит, Товия был Саша Загуляев, Галя была это, Ребека? Сара? Нет? А, Сара. То есть, Сара была. Потом этот, на фан был Алексей Загуляев, матерь была, нет, не на фан, как же там его забыл, елдар, по-моему. Ну, она была его женой, там, ну, короче говоря, так все расписано было. А где ставили? Жена, Марина сама была женой. Меня не было. Женой, его не было. Это давно было. Это 92-тысячный год. И вот это, и мы делали эту сцену, но потом, как оказалось, наши сестры сидели, старые, мы-то думали, из них никто не читал Тавит. не коммуническая книга, в Библии. Никто не читал. Практически никто не понял. Практически никто не понял. Да, которая образовывается. Славика Волкова с Аней. Мы ставили разные. Из Библии, с Ветхого Завета очень много сценок. Коротких, но много. Там и Самсун был, и Сфиль был. Почему их еще убрали? Почему их убрали из Библии? Кого? Один из книг. Да, это в двух раз. Ладно, понял. А где вот эту Библию можно вообще взять? Какую? Вот 977, которая. Вот она. В любом православном храме продается. Нет, это я заходил в сапогу. Нет, ну в эти. лучше в магазин зайти. В магазин зайти, купить в магазине, и все. Не надо. Просто мне кровь. Они потому что говорят, нигде не покупайте, там может поделка быть, только в православных храмах. Ну, то есть, сами покупают. А лучше всего заказать, ведь в Москве, там дешевле. Присылать. Так что, так что вот, так дальше. Давай. У меня 6 минут записи осталось. Обрели свободу во Христе Иисусе от домашнего... А что, у тебя нету подключить? Нету мне его. Ага, ну ладно. От домашних своих, родителей, супруга, соседи, по работе, всегда посещать богослужения в нашей церкви. Не менее двух раз в неделю, в субботу вечером, в воскресенье, в интервью, у тебя в субботу нету. Всегда ли выходить из храма при возгласе оглашенной языке, выходите или нет, обещайте сохранять всеми силы свободы во Христе, во всем, особенно посещение богослужений. Ну, это у тебя есть, хотя вот в субботу ты не хочешь. Вера в душе и смерть. Ну, это у меня суббота решить надо. Ну, ты так как Слово Божие распространяешь, то ясно, что ты не в душе веруешь. Вот, гляди, отречение от спасения, от движения вверх, вперед. Твердо ли обещайтесь исполнять написанное в Библии, канон, видишь, ты еще даже Библию в Верхний Завет не прочитал, церковную дисциплину в 12, в 16 пунктах, тут опечатка. Обещайтесь ли быть живым свидетелем о смерти и воскресении? Ну, ты уже с нами ходил на благовестие, поэтому понятно тут. Проповедь, свидетельство жизни, везде тайны. Разрешили ли свой семейный вопрос, вот это у тебя. Зарегистрировано, если да, супруга законная или не имеет права соединяться с другим. Ваше отношение к людям с двойным дном. Допустим, ты сейчас крестишься и у тебя супруга не должна с тобой разводиться. Если она разведется, тогда ты не имеешь права другую брать. Понял? Если ты с ней остаешься жить как супруг. Потому что так же ты не сможешь, как мы с Мариной. Или как я с ней поступил. Ваше отношение к ним с двойным дном, к наушникам, с X-сотом. Вот, к наушникам. Что такое наушники? Наушники, те, кто нашептывает. кто нашептывает, понял. Тебе что-то шепчут, шепт за кого-то. Ты между нами только никому не говори. А ты такой, да, 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 лучше разнесло. А потом, а с казак-то охота? А ты начинаешь крутиться уже. Те, когда начинают говорить, между нами, ты оставайся между собой и тем, кто тебе это нашептал. Все. Понял, все. Я просто к наушникам думал, как это. Грех Иуды устрашает ли? Ты должен прочитать про Иуду, что он сделал. Пишите ли стихи, рисуете ли? То есть, если ты это делаешь, то что ты там пишешь и рисуешь? Что и как? Вот сейчас, он из период, попробуй составить такое, если ты стихи пишешь. Слушаешь ли сатанинскую музыку? Ведешь ли дневник? То есть, если ведешь дневник, что ты там записываешь? Или не ведешь, то почему? Почему не ведешь? Потому что неинтересно. Неинтересно это, да. Веришь ли с нам, приметам, норма во времени на сон, сколько, не более семи, вставать рано, какая трата на еду? Вот Игнативич бы сейчас сказал, мы встаем все в 4,40, и все, и дальше. Вставай без сестана. Упражняешься ли постоянно в милосердии, в подаянии и милосты, не знать, как милостыю правильно подавать. То есть, когда из церкви выходишь, там сидят нищие, ты им бросаешь побольше денег? На водку-то? Нет, нет, нет. Я, как бы, беру в правило помогать тем, кто действительно это. Им даже хлеб страшно давать. Там кто-то давал хлеб, они его выбрасывают. Да, бывало, что хлеб дал. Знаешь, что я выбрасываю? Это, подожди, у него мало времени. Ага. Так, вот веришь нам, то есть экстрасенсы и так далее. Выучил ли отче наш веру и достойной Брагородицы на виду служил? Веру мне вот... Обещайте, слушаться, слушаться, подчиняться духовному отцу, наставнику. И во всем, что касается спасения. Готовили, советоваться, общаться за разъяснениями, поставлять под кровь все свои поездки. Вот сейчас вот мы общаемся здесь, как вы показываете пример. Своими руками добываете на пропитание, или все время тянет в коммерцию, в начальнике. Не имейте внешних порицаний, не кричите во гниве и не раздражайтесь. И вот последнее. Не надмивайтесь, не приознательтесь, бойтесь слова прелесть. Не гордитесь, что где все знаю и легко дается. Уже в тот грех не впадешь. Святые отцы советуют никогда не встречаться с теми, с кем имел грех. Ну, это обычно о мудниках, или убийцах, или там ворах, там, ну, ты легко заработал, или опять пойдут, чуть-чуть там подработают. Особенно плотские соители. Бегите из этого места. Так, так, бегите от таких людей. Совместим ли квартира, дети, и все это не стоит разговорить, если все несет смерть души. Упалайте на Господа, бегите от греха. Воспитание идей, доверяйте, дети у тебя, если есть дети, то почему, а их нету, ты с ними не беседуешь, нету их на воскресных и так далее. Почитай, не бой, мнение людей не бойтесь, что они скажут, раб чужого мнения не угоден Господу, желаешь обелить себя в очах Божьих, позволь очернить себя в глазах людей. Мнение людей, неверующих тоже, что крик к вороны, жужжание жука, еписка мара, святой Азлатоуст. Если работа греховная, перемени ее, уйди из учебного заведения, если работа будет... Не по Евангелию, все. Ну вот, ничего такого и нету, но таких вопросов никто тебе не задаст московской, как вы потратите. Здесь очень сильно разбирается твое внутреннее. Ты сам разбираешь свою внутреннюю сущность. Как ты относишься к Богу, к верующим людям, к церкви, к храму, к воспитанию, к своему ребенку, к целомудрию, как ты относишься. То есть все. Ну и естественно, все по Писанию. То есть как ты любишь Христа, как ты боготворишь Троицу. Правильно или нет. То есть если тебя зададут вопрос, а ты в кого веруешь, а кто твой Бог, ты должен четко ответить, кто твой Бог. Ну или сказать, верую во единого... Мне так спросили, 50-ники. Без 50-ники спросили, в кого ты веруешься. Я говорю, верую. А там этот, трудовик еще, обыжестник сидел, во единого бога Отца. Перечисляет. И они... Да я тоже в это верую. Я дальше продолжаю. А этот обыжестник, да подожди ты, дай послушать. И такой сидит, и глаза все больше, и потом... И в Господа там истина уже творящая, уже от Отца и с Отцем. И потом... Во единую Святую Соборно-Апостольскую Церковь. Я говорю, нет! Этой церкви нету! Такой сразу. Понял? Нету такой церкви. Вот они тут попались. Я даже удивился. Я прям даже приостановился. Потом дальше даже сказал все до конца и все. Этот... Этот ты что, наизусть так знаешь? Обыжестник. Ну обыже, который ведет детей. Десятым в школе. В школе проповедовал детям о Христе рассказывал. И с 50-никами встретился. Они о Христе не говорят. Они вот такими вот витеватыми там. Надо пойти там туда-то. Там такие хорошие люди. Они вам расскажут. Такое, такое расскажут. Мне рассказали. Я перестал наркоманом быть. Там и так далее. И такой... А что ты, о чем говоришь? Я потом послушал его, как он проповедует. И потом говорю, слушай, ты о чем рассказывал-то? О Христе? Ага. А что ты, к слову, Христос ни разу не сказал? Все. Одна минута. Он говорит, а потому что нам не запрещено о Христе говорить. Это был 99-й год. Им уже тогда запрещали говорить. А нам? Нет. Господу слава, Валик, Телепов. Аминь. Аминь.